В эти дни в Омске проходит первенство города по плаванию. В легендарном бассейне «Пингвин» юноши и девушки борются за награды в нескольких категориях. К участию допускаются обладатели как минимум третьего взрослого разряда. На старты выходят и КМС, и мастера спорта. Подробности у Руслана Хасанова. Участников больше, чем может вместить бассейн. Городские состязания, несмотря на локальный статус, вызвали большой интерес у пловцов. В заявке около 300 спортсменов. Критерии отбора не ниже третьего взрослого разряда. Мастеров спорта не так много. Кандидатов больше. У каждого участника первенства здесь своя цель для ребят помладше. Это прежде всего практика, тот самый бесценный опыт. Но у ребят постарше эти соревнования являются заключительными в сезоне. И завершить сезон на мажорной ноги хотят абсолютно все. Эти соревнования, так как городские, это очень важные соревнования. Также эти соревнования идут как подготовка к выездным соревнованиям на Кубок Сибири. Я только что приехала с первенства России, и там я показала результаты. Но лишних стартов не бывает, и поэтому мы решили проплыть здесь. У юниоров полная соревновательная программа. Все стили от браса и кроля до комплексного плавания и дистанции от 50 до 1500 метров в одном заплыве часто встречаются спортсмены разных уровней. И это плюс для менее опытных ребят. Они стараются подтягиваться к лидерам, а результаты городского первенства в целом станут неким экзаменом для спортсменов-школьников. Девочки 2002 года, это получается, они заканчивают 9 класс и младшие. А мальчики 2000 года, они заканчивают 11 класс. Целая армия поддержки, родители, друзья тоже в помощь спортсменам. Лучшим из лучших удастся продержаться на состязаниях до 18 мая. Именно в этот день пройдут финалы и завершится городское первенство. Руслан Хасанов, Николай Суджиков, Вести, Омск.